Всем привет, друзья! Меня зовут Данил, вы на канале Таганай. И сегодня я расскажу про свой комплект снаряжения на сезон 2018 года. И да, я хотел снять этот обзор еще в начале лета, но вот как-то все не получалось. Наконец я его снял. Надеюсь, вам будет это интересно. Поехали! Сразу спешу оговориться, это комплект больше для воскресок, пострелушек, тренировок и каких-то фановых игр, а не для больших игр, где чаще я выполняю роль командира команды или порой даже более крупных соединений. И соответственно там у меня основное оружие это рация, и весь комплект настроен на то, чтобы работать с рацией. Ну и плюс командный дресс-код, естественно. А для фановой игры в этом сезоне я себе собрал вот такой абсолютно новый комплект, в нем мало что повторяется по сравнению с предыдущими. Это фактически комплект Марксмана. Ну, Марксмана это, конечно, громко сказано, но тем не менее данный комплект подразумевает ведение боя на большой дистанции, мобильность и скрытность. Одежда полностью вся от Гиена Тактикс. Военные брюки JC. Это уже устаревшая модель, она с производства снята, сейчас более прогрессивная и новая, но даже эта старая модель мне дико нравится. Тактические брюки JC от Гиена Тактикс имеют огромное количество плюсов. Это и удобный крой с широким поясом, огромным количеством функциональных карманов, регулировок, с возможностью фиксации нижней части штанины на ботинок, на липучки велкро, чтобы избежать, например, попадания клещей. Ну и очень классные, очень удобные интегрированные наколенники с регулировкой по высоте. Не буду кривить душой, это однозначно самые удобные брюки для страйкбола, которые я только пробовал. Тактическая рубаха в расцветке по Гранд Цифра. Ну, начнем с того, что кроме Гиена Тактикс, в принципе, никто не шьет тактические рубахи в этой расцветке. Ну, а во-вторых, это действительно очень удобный вид одежды для жаркой погоды, потому что через рубаху идет очень хорошая вентиляция за счет комбинации различных типов тканей. Плюс тактическая рубаха предусмотрена для ношения с бронежилетами, как раз для лучшей вентиляции. А так как мой комплект включает в себя плейт-керриер, то именно тактическая рубаха здесь идеально приходится в тему. Ну, отдельная радость, что не нужно отдельно пришивать велкро для патчей и шевронов, потому что они уже предусмотрены. А если вы не используете патчи, то есть защитные накладки. Panama Sass от Hyena Tactics с уменьшенной шириной поля и большим количеством различных петель под маскировку. Как я уже говорил, данный комплект предусматривает возможность маскировки и скрытного перемещения, либо скрытного нахождения где-то, и именно возможность разместить на Panam большое количество растительности. Это важный момент. В качестве подпопника или хоба или складной сидушки я использую хобу от компании Союз Спецоснащения или ССО на широкой оливковой резинке с застежкой Fastex. Я продеваю резинку через передние петли под брючный ремень на тактических брюках, и, соответственно, хоба сидит очень хорошо, находится там, где нужна, никуда не съезжает, не перетягивает снаряжение, и, в общем, оказалась она очень удобной и функциональной. Я ей доволен. Сетчатый оливковый шарфик от компании Сплав имеет множество применений. Это и маскировка, и защита от насекомых, но главное – это защита лица от попаданий шарика. То есть, если где-то предстоит ближний бой, я просто натягиваю этот шарф на лицо и, соответственно, не боюсь попадания шарика. Перчатки беспальцевые Штурм от компании Сплав. Надо сказать, что классные перчатки, потому что до этого у меня были реплики Black Hawk Salak, и в них прямо было плохо. А вот эти перчатки меня прям во всем устраивают, и даже то, что у них нет защиты пальцев, в принципе, учитывая стиль игры, даже для этого комплекта, а стиль – это ведение боя на максимально большой дистанции, шанс больно получить по пальцам, он минимален. То есть, по пальцам вы получаете все-таки, когда работаете в зданиях чаще всего, поэтому здесь эти перчатки вообще к месту. Гарнитура ГБШ от компании Гранит, переделанная под разъем Kenwood. Переделки делает, например, группа гарнитуры костной проводимости, ссылочку оставлю в описании, ну, под наши стандартные радиостанции. В моем случае радиостанция Baofeng UV-82. Радиостанция, которая позволяет как принимать, так и передавать сразу на два отдельных канала, и даже имеется у нее две кнопочки для передачи. Гарнитура, к сожалению, не поддерживает эту функцию, поэтому именно для комплекта Marksman рация у меня убрана в подсумок на камербанде, а передача ведется на один канал. Кнопка находится прямо на динамике у этой гарнитуры, что, в принципе, достаточно удобно, когда вы, например, держите оружие, ведете наблюдение за противником или даже огонь. Так как оружие на ремне, у вас свободна левая рука, и вы вполне можете вести передачу. Plate carrier или плитник, это реплика LBT-6094, производства Marksman. Я снимал на него уже отдельный обзор. Я не был очень долго любителем plate carrier, но именно попробовав LBT-6094, я понял, что эта штука действительно удобная. То есть, с одной стороны, она сочетает, ну, достаточно эпичный внешний вид, бронезащиту, ну, в частности, здесь у меня, естественно, стоит имитация бронеплиты и очень удобное расположение подсумков. То есть, например, здесь у меня есть грудной карман, в котором три подсумка для АС-вала, они в родные подсумки по ДК отлично входят. Единственное, пришлось немножко вложить поролон внутрь, чтобы они не утапливались слишком глубоко. В остальном, все классно подходит. Подсумки на камербанде справа и слева, их там по два, но я использую только по одному. Ну, слева в подсумке у меня радиостанция, которую всегда легко можно достать, перенастроить каналы, частоты, убрать. Это вообще не занимает никаких усилий, в отличие от того, как у меня рация располагалась на предыдущем комплекте, где требовалось там изворачиваться, чтобы ее достать. Здесь все гораздо проще и удобнее. Плюс удобно идет шнур от гарнитуры, и он не передавливается оружейным ремнем. Это тоже важный момент и, в принципе, ни за что не цепляется. Вот с октавой и с прошлым расположением радиостанции у меня были проблемы, периодически цеплялись шнуры за оружие, за ремни, за ветки. Здесь это исключено полностью. Опять же, хочу обратить внимание, посмотрите, у гарнитуры какой классный, витой, толстенный шнур, с которым вообще ничего не случится, и я в нем более чем уверен. В кармане камербанка под правую руку у меня, соответственно, вторичка, пистолет Электроглок от компании Цима. Заметьте, насколько удобно он отсюда извлекается. Я терпеть не могу набедренные кабуры, которые перекашивают все снаряжение, и разгрузы, и варбелты. Ну, потому что пистолет тянет вниз, ужасно неудобно, особенно учитывая то, что я стараюсь много двигаться и много бегать на играх. И расположение именно в правом подсумке на камербанде для пистолета суперудобно. В этом плане, опять же, ЛБТ-6094 просто шикарная вещь, насколько в нем все удобно размещается. Почему именно Электроглок? Потому что я, в принципе, не планирую особо вести бой на коротких дистанциях, но, тем не менее, выхлопу моего привода порядка 135 метров в секунду, и в зданиях я с ним работать не могу. Ну, и опять же, на коротких дистанциях, даже в лесу, не всегда удобно работать с приводом, особенно учитывая, что у него оптика установлена. И именно для таких редких случаев у меня с собой вторичка-пистолет. В чем особенность? В том, что если уж таскать с собой вторичку, то максимально эффективную для вот этих вот ситуаций. И именно Электроглок от Цимы, благодаря наличию автоматического режима огня, благодаря тому, что он электрический, что у него есть магазины расширенной емкости, он обеспечивает максимальную эффективность именно в тех ситуациях, в которых я собираюсь его применять. Поэтому Электроглок от Цимы – великая вещь. Я снимал на него уже отдельный обзор, если интересно, посмотрите. Кроме вставки под магазины, пистолета и радиостанции, больше ничего я на плейткерриере не размещаю, никакие дополнительные подсумки на него не креплю. Большинство же подсумков я располагаю на Варбелте, то есть тактическом поясе. Он также производства Маркуса, как и ЛБТ-6094. И я расположил на нем подсумки следующим образом, то есть максимально привычным для меня, чтобы спереди ничего не было, соответственно, не сильно ничего не торчало. Как вы видите, вставка под магазины на плейткерриере торчит не сильно, чтобы можно было ползать, потому что Марксмен, он много ползает или находится в положении лежа. И, соответственно, расположение подсумков у меня в основном по бокам. Это два гранатных подсумка от Техенкома, справа и слева. Это расположение, я к нему привык еще со времен, когда я бегал с РПС СМЕРШ. И, соответственно, здесь я также сохраняю это расположение, то есть гранатные подсумки в интуитивно доступном месте. Техенкомовские подсумки дешевые, простые, удобные. То есть в этом плане я как бы ими пользуюсь и уже много лет и доволен ими. На левой стороне у меня получается гранатный подсумок, малый штурмовой подсумок от Техенкома, достаточно удобно извлекается. Такое расположение подсумков я посмотрел у бородатого страйкболиста Юры, соответственно, действительно очень удобно. То есть так как здесь было свободное место, я решил этот подсумок сюда разместить, действительно оказалось здорово. Здесь же подсумок под сброс, под левую руку. Подсумок под сброс ССО. Я им пользуюсь, вот сколько себя помню, сколько играю в страйкбол, у меня все время этот подсумок. То есть он не самый идеальный, у него есть косяки, например, из него неудобно вытряхивать мусор. Но, тем не менее, я к нему уже привык и как-то вот, ну, не попадают мне в руки новые подсумки. Поэтому пользуюсь этим. Он достаточно удобен. Единственное, что когда в нем валяется уже много пустых магазинов, он начинает чуть-чуть бить по бедру. Но это, в общем, по-моему, практически не проблема. Далее слева вертикальный утилитарный подсумок от Техенкома, который я приспособил под аптечку. Там располагается жгут, бинты, пластыри, бет-один. Ну, в общем, то, что может потребоваться для оказания первой неотложной помощи. Там же у меня есть клещи-таска для вытаскивания, не дай бог, клещей. На самой спине я не стал крепить сухарку. У меня здесь горизонтальный утилитарный подсумок Stitch Profi, в котором располагается всякая мелочевка. Это мультитул, потому что без мультитула, без крестовой отвертки мне не поменять аккумулятор на моем приводе. Также здесь расположены ножницы, запасной аккумулятор, влажные салфетки и прочая необходимая мелочевка. На дне валяется фонарик для ночной фазы. Переходим на правую сторону. Здесь у меня расположен сплавовский подсумок под фотоаппарат. Но, естественно, не фотоаппарат у меня в нем, а там я храню ключи от машины. Он очень маленький, то есть я в него ключи в начале игры закрыл и в конце игры открыл. То есть, когда ты не открываешь подсумок постоянно, в ходе игры ты не потеряешь ключи. Очень удобно. Далее, под правой рукой находятся два подсумка под магазины АЭС ВАЛ. Подсумки производства Техинком. Очень классные и удобные. То есть, вот я раньше использовал Техинкомовские подсумки для АК серии, но накладывал в них поролон. Но родные валовские подсумки, естественно, в этом плане гораздо круче, гораздо удобнее, гораздо компактнее. Да и банально выглядят лучше. То есть, конечно, очень классная вещь. У меня их, соответственно, две штуки. Я в них ношу четыре магазина для АЭС ВАЛ. В чем особенность? Под правую руку мне перезаряжать неудобно. Поэтому из этих подсумков я при первой же возможности перекладываю магазины в грудные штурмовые подсумки, чтобы отсюда уже их доставать по мере необходимости в ходе боя или перестрелки. Когда такой необходимости нет, здесь просто как неприкосновенный запас магазинов. Если посчитать, я ношу с собой восемь магазинов для АЭС ВАЛ. Один на Варбелте под левую руку в штурмовом подсумке, три в кармане на грудной секции ЛБТ-6094 и еще четыре в технкомовских подсумках на Варбелте под правую руку. Еще есть два пустых магазина на камербанде у ЛБТ-6094. То есть, можно увеличить количество носимых магазинов до 10 штук при необходимости. Но учитывая, что этот комплект все-таки для небольших игр, то такой необходимости, как правило, не возникает. Привычные, уже возможно наскучившие всем очки Болли Контур. Ну, хорошие, удобные очки, которые подходят мне по охвату овала лица и в них я, соответственно, чувствую себя очень защищенным. Я уверен, что ни сбоку, ни снизу шарик в них не залетит. Чтобы очки не запотевали, всегда ношу с собой Антитуман от Pride Optical. Привод, который я использую, это WSS Винторез от 9х39, девятое поколение. Про девятое поколение у меня уже или готов обзор, или он уже есть на канале. В принципе, я много раз уже про него рассказывал и чем он отличается от предыдущих поколений. И главная клевая фишка – это цевьё и возможность устанавливать на эти модели цевьё от боевого AS-VAL либо WSS Винторез. Именно это я и сделал. И на этом Винторезе у меня боевое цевьё настоящее. То есть, на данном Винторезе, в принципе, нет ни родного пластика. Цевьё из родного боевого пластика, приклад из прессованной фанеры, резиновый тыльник и из пластика от 9х39, разве что магазин. Но магазины у них, в принципе, весьма приличные. Выдаёт данный привод 135-138 метров в секунду. Но, надо сказать, что бьёт он для такого выхлопа очень точно и далеко. На 65 метров он в ростовую фигуру докидывает шары. Да, это уже попадание на излёте, но 65 метров – это хорошая дистанция. И именно для того, чтобы на такой дистанции попадать, я использую оптический прицел. Оптика в страйкболе нужна в первую очередь для того, чтобы проконтролировать последние 10-15 метров полёта шара. Потому что глазом на дистанции 65 метров вы уже не видите, куда шар на излёте падает. В оптику это очень хорошо видно. Соответственно, действительно можно вести бой как марксман, попадая в противника на максимальной дистанции. Увеличивать выхлоп смысла не вижу, потому что дистанция стрельбы выше 70 метров всё равно практически не вырастет именно на АЕГе. Поэтому именно 135 метров в секунду мне более чем достаточно. У 9х39, у девятого поколения, по крайней мере у ранних моделей, есть проблема с передней антабкой. Она настолько тонкая, что в неё ни один карабин не входит. Соответственно, здесь я на неё нацепил кольцо. Ну, практически как ЧК от гранаты, только чуть поменьше. Резиновый фиксатор. Я его снял с теханкомовского двухточечного ремня. Соответственно, чтобы это всё абсолютно не бряцало. Потому что без резиночки вот этой утягивающей очень сильно бряцает карабин. Сейчас, как вы слышите, вообще абсолютно ничего не бряцает. Так что я бесшумен в этом плане. А сам ремень, это реплика ремня SP3 от компании Мак. Этот ремень мне больше всего нравится тем, что у него очень быстрая возможность быстрой регулировки длины ремня. Смотрите. Щух, удлинился. Щух, укоротился. Очень классно, очень удобно. И, соответственно, можно подобрать длину ремня так, чтобы вам не пришлось привод удерживать дополнительно левой рукой. Всё, вот у меня же левая рука свободна. Я могу вести передачу, перезаряжаться и прочее. То есть это важный момент. Именно поэтому оружейные ремни – это очень важная штука. Единственный минус этого ремня – это то, что ему не хватает широкой лямки на плечах. Но так как у меня там широкая лямка от плейдкерриера, то, в принципе, ремень мне абсолютно вообще не давит на плечи и с ним очень комфортно. Маленький магазин у меня, конечно же, исключительно для красоты. На игре я пользуюсь в основном магазинами под 20 патронов. Ну, то есть под 55-70 шаров в зависимости от производителя. Но, если играть конкретно прям марксмана, то, конечно, в будущем я планирую увеличить количество маленьких магазинов, потому что с ними силуэт стрелка будет ниже. Высокий магазин, соответственно, если вы заняли положение лёжа, он вынуждает вас быть выше. А вот такие маленькие магазины у них как раз вот такой снайперский смысл. Расположение штурмовых подсумков на груди позволяет мне относительно быстро менять магазин при необходимости. Как я уже сказал, если есть какая-то передышка, я перекладываю магазины из бокового подсумка на грудь, чтобы в случае необходимости, опять же, быстро ими воспользоваться. Вот так всё устроено на моём комплекте на 2018 год. Ну и, возможно, на будущее, потому что комплект этот действительно очень удобный. Ещё раз повторюсь, основные производители, вся одежда, включая панамку, это Гиена Тактикс, Плейткеррер и Варбелт это Маркус, подсумки все техенкомовские, привод 9х39, гарнитура от гарнитур костной проводимости. Ссылки на все компоненты из данного комплекта, ну или почти на все, я оставлю в описании под видео. Сможете посмотреть, где я это взял и почём. Ну, комплект, конечно, не самый дешёвый. Один привод сколько стоит, но, тем не менее, он и не какой-то там супер элитарный, это обычный покемонский такой комплект, но в нём, по крайней мере, удобно. Что касается маскировки, то смотрите сами, в принципе, ну, не лучше и не хуже, чем у среднестатистического страйкбольного комплекта. Единственный плюс, что здесь нет шлема, соответственно, Панама, она всё-таки даёт больше возможностей именно для маскировки. Ну что ж, друзья, надеюсь, этот обзор был для вас интересен. Если это так, не забывайте поставить большой палец вверх. Пишите в комментариях, что сами думаете про компоненты данного комплекта. Может быть, сами что-то такое же используете. Может быть, хотите посоветовать мне что-то более удачное, потому что я всё равно нахожусь в непрерывном поиске. Это логично. Так что, может быть, на следующий год я этот комплект ещё как-то переосмыслю. Ну, а на сегодня это всё. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok